Всем привет! В этом видео хочу показать покупки косметики аж за целый месяц. Сделаны они в период с 15 февраля по 15 марта. Давайте начнем с покупок мужа. Ну, просто мы вместе бываем в супермаркетах и, в общем-то, часто что-то вместе покупаем. Что же присмотрел себе муж? Успокаивающий бальзам после бритья. Была какая-то акция к 23 февраля, поэтому, видите, был он в такой еще дополнительной подарочной карте. А так, это обычный бальзам Неве. Защита от раздражения. Была на него очень хорошая цена. Так, вот подглядываю в бумажку. 218 рублей. Да, действительно, очень хорошая выгодная цена. А вот в глобусе была тоже очень выгодная цена, но уже на пену. Успокаивающий пену после бритья мы заплатили за нее 124 рубля. Также в глобусе муж увидел антиперспирант. Антиперспирант. У него скоро его заканчивается. Он любит именно антиперспиранты. Такие классические белые стики. Этот от Old Spice стоил 190 рублей. Да, не прямо что очень дешево, но все дезодоранты, антиперспиранты, Old Spice, в общем-то, примерно по такой цене. Очень понравился мужу гель для душа, Palma Leaf Man, заряжающий лимонный взрыв. Я в этом геле чувствую скорее не лимон, а лайм. Как вы видите, гель уже находится в использовании. Покупали в ленте за 133 рубля. Настолько приятный аромат, что я даже иногда этим гелем с удовольствием пользуюсь. Так, ну с покупками мужа, наверное, все. Давайте посмотрим немного гигиену. Начнем с зубных паст. В гипермаркете Globus были хорошие цены на пасту Aqua Fresh. Вот эта сияющая белизна обошлась в 74 рубля. В принципе, классическая, обычная, да, Aqua Fresh обошлась в 64 рубля. В подружке купила я вот такую пасту U-Kiwi. Производство этих паст, производятся они в Новой Зеландии, представлены в трех вариантах. У меня уже была такая паста с вишней, она мне очень понравилась. Также есть такая же с киви и вот с черникой. Я решила взять с черникой. Цены из подружки буду называть со всеми своими скидками. Мне паста обошлась в 153 рубля. Я решила докупить мыло, так как у меня, в общем-то, ничего практически и нет. В подружке повторно купила вот такое мыло Parrot Botanicals. Оно есть, как я приобрела, с розой. Мне обошлось оно в 45 рублей. Также есть еще с жасмином и с древесным ароматом. Но для меня самый приятный все-таки вот такой с розой. Так, также в 45 рублей мне обошелся вот такой кусочек дуру, сочный персик. Но его я покупала уже в ленте. А, сочный персик и знойная манго. Один плюс один у нас здесь, двойной аромат. И одно мыло я приобрела в магазине Подружка. Это сочное алоэ от чистой линии. Стоило очень дешево, всего лишь 27 рублей. Так, ну и к гигиене отнесем зубную нить. Моя любимая от Oral-B. Приобретала в гипермаркете Globus по хорошей, как мне кажется, цене в 157 рублей. Так, теперь переходим к покупкам по уходу за лицом. Одна покупка у меня была на сайте Озон. Это крем солнцезащитный с высоким фактором защиты SPF 50. Обошелся он мне в 320 рублей. Ссылку, к сожалению, не оставлю, потому что посмотрела. Сейчас такой крем в наличии отсутствует. Производитель Labelage, по-моему, Корея. Да, Республика Корея. Здесь небольшой объем 30 мл. Давайте откроем, посмотрим, как выглядит сам тюбик. Крем у меня пойдет в использование где-то в самом конце марта, в начале апреля. Ну, посмотрю, какая, насколько сильная будет солнечная активность. У меня очень светлая кожа, она с большим количеством веснушек. И мне обязательно уже в конце марта, в начале апреля надо начинать использовать крем с высоким фактором защиты в качестве дневного. Вот так выглядит тюбик. Конечно, ничего пока сказать не могу, насколько он хороший, комфортный, насколько он защищает. Ну, посмотрим. Потом вам обязательно расскажу. В подружке увидела я вот такую мицеллярную воду от чистой линии. Цветочная. Подходит она для всех типов кожи. Нам обещает производитель, что и снимает макияж, успокаивает и смягчает. Вот честно, я не помню, покупала я такую или нет, понравилась она мне или нет. Но я решила приобрести, попробовать. Стоила она 65 рублей. По-моему, цена была по какой-то акции. Тоник для лица. У меня мой тоник заканчивается. Думала, что купить. И заходила я в небольшой магазин в своем районе, где продаются белорусские, российские товары. Я вам еще потом кое-что покажу, что я там купила. Ну, в том числе, купила я вот такой тоник ромашковый от Белиты. У меня такой в свое время уже был. Он мне очень понравился. На Озон и Вайлдбери с цены выше. Я, извините, в магазине белорусских товаров купила его всего за 134 рубля. Хорошая бюджетная стоимость. Тоник отличный. Также в этом белорусском магазинчике я углядела вот такой питательный уход для лица с бананом. Фруттерапии от производителя Витекс. Или Витекс. Поправьте, я все время, наверное, ошибаюсь. Питание, упругость, защита от морщин. Мне продавец-консультант сказала, что этот крем хорошо подойдет для нормальной кожи и склонной к сухости. Может быть, даже для комбинированной. Для экстремально сухой он не подходит, будет слабый. Для жирной также не подходит, будет тяжелый. Его можно использовать в трех вариантах. Первый – это дневной крем. Второй – ночная маска и ночной крем. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Я им пользуюсь уже. Во-первых, у него очень приятный банановый аромат. Конечно, есть некая такая химозная в нем нотка, но все равно очень приятный крем. Как вы видите, густой. Сейчас мне его придется, конечно, нанести на руки. Он неплохо на лицо наносится, приятно пахнет бананчиком. Я наношу или в качестве ночного крема. Видите, он быстро впитался. Ни жирности, ни липкости, ничего нет. Наношу или в качестве ночного крема и попробовала в качестве маски. В качестве маски нам производитель советует нанести на кожу лица, оставить на 10 минут и остатки промокнуть салфеткой. Мне так не очень понравилось. У меня он уже через 3-4 минуты начинает как-то не очень приятно на лице подсыхать. Поэтому я или, повторюсь, наношу как просто ночной крем, а если маску, я наношу таким жирненьким слоем буквально на 2-3 минуты. Как только я чувствую, что он как-то собирается подсыхать, я быстренько убираю остатки бумажной салфеткой. Смывать его не надо, в общем-то комфортный, действительно неплохой, действительно питательный, знаете, питательный для нормальной комбинированной кожи. Для экстремально сухой кожи он не подойдет, он будет слабый. Что еще я купила для лица? Заходила просто в совершенно обычную аптеку своего района и увидела очень хороший цен на сыворотки Новосвит. Вот эта сыворотка у нас называется лифтинг. Она обошлась мне в 127 рублей. А вторая гиалуроновая кислота и коллаген обошлась мне вообще всего в 120 рублей. Кстати, подскажите, кто эти сыворотки покупал для жирной и комбинированной кожи? Подходят ли они вам? Мне иногда хочется приобрести в подарок для обладательниц, например, ну даже не комбинированной, для комбинированной подходит. Вот подходят ли они именно для жирной кожи? Я сомневаюсь. Если для жирной кожи использовали, напишите. Мне сыворотки от Новосвит нравятся. У меня сейчас кожа, я бы сказала, нормальная. У меня есть, иногда возникают элементы сухости на лбу и на подбородке, но не часто. Для нормальной кожи они вообще идеальны. Я стараюсь наносить под крем. Так, что еще купила для лица? Так, а для лица не так уж и много осталось вам показать. Подружки по акции. Три маски по цене двух. Я купила мои любимые банановые маски от Esfolio. За две я заплатила за каждую по 139 рублей, а одна досталась мне совершенно бесплатно. Эти маски точно подходят для нормальной кожи, для кожи склонной к сухости. Теперь вам покажу покупки для рук и тела. В гипермаркете Globus увидела свой любимый кремик для рук от чистой линии. У него очень для меня приятный аромат. Он дает, в принципе, неплохое увлажнение. По крайней мере, до следующего мытья рук мне хватает. Он быстро впитывается, он во всех отношениях приятный. Обошелся мне в 49 рублей. В белорусском магазине, про который я вам уже говорила, где продаются товары не только белорусских, но и российских производителей, увидела крем-масло для рук экспресс-увлажнения от Фитокосметик. Хорошее крем-масло, оно действительно очень быстро впитывается, оно хорошо руки увлажняет. Я давно такое нигде не видела. Раньше оно продавалось в фикс-прайс. Ну вот, купила в этом магазине. Обошлось оно мне в 60 рублей. В принципе, нормальная цена. Также в этом белорусском магазине я увидела вот такой увлажняющий крем для рук и тела, апельсиновый йогурт. Конечно, мне понравилось название. Мне понравилось, что, наверное, он будет с ароматом апельсина. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Здесь не очень большой объем. Всего лишь, кстати, здесь вес у нас указан 150 грамм вес. Для тела это немного, согласитесь. Цена была, не могу сказать, что супербюджетная, но и не очень большая. 175 рублей. Давайте сейчас выдавлю какое-то количество. Мы, по крайней мере, с вами его посмотрим, протестируем. Да, действительно пахнет апельсином. Пахнет приятно. Да, вы знаете, очень-очень приятный аромат. Я даже пока не слышу в нем химозные нотки. Прям чувствуется сочный такой вкусный апельсин. Очень быстро распределился по коже рук. Смотрите. Все, впитался. Я чувствую на коже увлажнение. Я не чувствую никакой особой такой липкости. Да, вот сейчас провожу по рукам. Липкости нет. Он впитался. Кожа очень приятная. Я бы даже сказала бархатистая. Я думаю, наверное, даже поставлю его сразу в использование. Для ног купила я два тюбика. Один вот такой. Он у меня сейчас уже в активном использовании. От Олеа. Крем для ног, восстанавливающий с 10% мочевиной. Приобретала просто в аптеке своего района. Обошелся он мне в 62 рубля. Объем здесь у нас неплохой. 75 мл. Вы знаете, оказался очень приятный крем. Кстати, кремы с мочевиной почему-то очень часто содержат еще какие-то дополнительно очень яркие отдушки. Ну, часто производители почему-то любят добавлять. Здесь нет яркой отдушки. Она нежная, приятная. Крем очень хорошо смягчает. Я бы даже сказала, немного питает кожу ног. Для поддержания пяток в хорошем состоянии он вполне подходит. Если есть какие-то серьезные проблемы, ну, наверное, он не подойдет. И следующим в использовании, пока он запечатанный, я не открывала. У меня пойдет вот такой крем Эколотьер. Крем для ног смягчающий. Он идет с маслом кокоса и маслом ши. Это какая-то новинка в подружке. Я, конечно же, купила, потому что я надеюсь, что будет приятный аромат кокоса. Объем у нас здесь еще больше, аж целых 100 миллилитров. Обошелся он мне с моей картой 87 рублей. Он пока постоит в запасе. Давайте посмотрим продукты для волос. Даже, наверное, постараюсь чуть-чуть это двинуть камеру, чтобы у нас как-то все с вами влезало. Так, ну давайте, наверное, кремы для ног я вот в сторонку просто переставлю. Итак, для волос решила я купить в подружке на пробу маску от корейского производителя Эк Пленет. Эту маску очень-очень хвалят. Я решила сначала купить вот такую малышку. Здесь всего лишь 30 миллилитров. Обошлась она мне, конечно, не бюджетно, в 103 рубля. Но у нее экономичный расход. И даже на мои длинные волосы этих 30 миллилитров хватит на три раза. Я воспользовалась ей два раза. Здесь еще на один раз вполне хватит. И поняла, что маска действительно неплохая. Вы знаете, я, наверное, не разделю прям уж совсем каких-то восторженных отзывов об этой маске. Она чудес не делает. Но если у вас пушистые, непослушные, немного вьющиеся волосы, они после нее будут действительно выглядеть вполне себе неплохо. Поэтому я решила купить также эту маску и в большой упаковке. Эту я приобретала уже не так давно, в марте. В марте, кстати, на большую упаковку в подружке сейчас идет выгодная цена. Я заплатила за нее 399 рублей. А так она 500, по-моему, с чем-то стоит. 560. Ну, в общем, 399. Неплохая цена. Здесь уже 200 миллилитров. Она пока стоит у меня запечатанная. Единственное, немного меня удивляет. Я читала отзывы, что почему-то многие говорят, вот эта маска намного лучше, у нее приятней аромат. Это работает немного хуже. И здесь аромат уже не настолько приятный. Ну, посмотрим. Кстати, в малышке действительно аромат очень приятный. Он на какое-то время остается на волосах. В общем-то, маской буду пользоваться с большим удовольствием. Теперь хочу вам показать совсем немного косметики. У меня сейчас на ногтях вот такой лак. Не обращайте внимания на качество маникюра. Лак на ногтях третий день. Я мою посуду, убираюсь. Он уже выглядит не идеально. Я сегодня буду стирать его. Но просто хочу показать вам оттенок. Лак от такого производителя я приобретаю первый раз. Производитель называется Nano Professional. Покупала я на сайте Wildberries. Оттенок у меня, сейчас вам подскажу, оттенок 103. Эти лаки все время в разную цену. Цены скачут. Причем даже разные оттенки по разной цене. Конкретно за этот я заплатила 209 рублей. Лак неплохо наносится. Его можно нанести в один слой. Он уже тогда выглядит достаточно прилично. Если вы хотите нанести в два слоя, то приготовьтесь, что он будет очень-очень долго сохнуть. Но, повторюсь, оттенок мне понравился. Такой сочный, какой-то весенний. И поскольку мне хотелось разнообразить мою, ну, если можно так сказать, лаковую косметичку весенними оттенками, то в подружке я еще приобрела вот такой оранжевый, можно, да, наверное, назвать оттенок. Пинкап из линейки мини-гель. Ну, конечно, это не гелевый лак, а совершенно обычный. Он мне обошелся с моей скидкой всего лишь в 56 рублей. Но это малышка. Здесь, по-моему, 5 или 6 миллилитров. 5 миллилитров. И сейчас подскажу вам оттенок. Оттенок 24. Вот такой симпатичный лак. Его еще не наносила, но, в принципе, все лаки от Пинкапа, они наносятся вполне себе неплохо. Так, что еще мы отнесем к косметике? Ну, кроме лаков из косметики у меня была еще покупка помады. В магазине Подружка я приобрела помаду от Vivienne Sabo. Линейка у нас называется, по-моему, Merci. Да, Merci. У меня оттенок 14. Я вам сейчас, конечно, покажу оттенок. Вот так он выглядит у нас на самой помаде, да. Мне хотелось купить красную помаду. Я хочу попробовать поносить. Пойдет мне, не пойдет. Будет ли мне комфортно. Смогу ли я вообще ходить с красной помадой. Но мне не хотелось, знаете, покупать ее за какие-то большие суммы. Потому что я не уверена, что я вообще буду ее в итоге носить. Поэтому я нашла оттенок, который мне нравится. Нашла его именно в линейке Vivienne Sabo Merci. Напомню, у меня оттенок 14. И заплатила я за эту помаду всего лишь 120 рублей. Ну, если дело, как говорится, не пойдет, я, по крайней мере, не расстроюсь. Давайте сейчас посмотрим оттенок. Я, конечно, в магазине воспользовалась тестером. Вот так выглядит оттенок. Если слышите посторонние звуки, у меня котик пришел погрызть сухой корм. Давайте попробуем наслоить, чтобы она выглядела поярче. Яркий достаточно оттенок. Я не могу сказать, что он красный. Он, скорее, может быть, уходит в какой-то малиновый. Но я выбрала тот оттенок, который мне, в принципе, как-то близок чем-то. Который я предполагаю, что я смогу носить. Ну, вот. Мне кажется, что с этим оттенком я смогу подружиться. Единственное, я хочу отметить. Давайте, может быть, оставим ее даже открытой, да, помаду, чтобы было видно. Хочу отметить, что у этих помад, у всех помад из линейки Мерси, у них очень специфический запах. Для меня это запах, не знаю, косметики времен СССР. Причем, знаете, такой косметики хорошо полежавший. Но я знаю, что просто такая отдушка у всей линейки. Ну, я нормально к этому отношусь. Тем более, такой оттенок, знаете, я не смогу носить ежедневно. Так, под настроение. Увидела я вот такую кисть. Это кисть для губ от Деко. Эта марка представлена в подружке. Я давно хотела попробовать кисть для помады. У меня никогда ее не было, но я много раз слышала, что помаду лучше наносить кистью. Что это удобнее. Она лучше ложится на губы. Если вы хотите наслоить, это также удобнее сделать именно кисточкой. Я не знаю, купила на свой страх и риск. Заплатила за нее 230 рублей. Понятия не имею, понравится мне или нет. Я, видите, еще даже никак у меня не было времени и желания ее распаковать, посмотреть. Не знаю, как ей пользоваться. Открою, буду разбираться. Но спросила продавца-консультанта, возможно ли ей взять помаду, например, с такого стика и нанести на губы. А не только, да, какие-то жидкие текстуры. Она меня заверила, что возможно. Ну, посмотрим, проверим. Перейдем к таким небольшим каким-то расходникам. Да, то есть к тому, что не вписывается в какие-то другие категории, которые я вам показала. В подружке купила эфирное масло. Лимон. За лимон заплатила 45 рублей. Так, помада, стой. И за грейпфрут заплатила 59 рублей. Вот этого производителя, Ботавикас. Мне, кстати, эфирное масло вполне нравится. Так, купила на сайте Wildberries вот такие аппликаторы для теней. В упаковке 20 штук. Я заплатила 113 рублей. По-моему, это очень дешево. Так, вот мне, видите, вот тоже кричит, что дешево заплатила. Я уже использую эти аппликаторы. А некоторые тени, они плохо очень наносятся кистью, как-то не передаются. А вот аппликаторам их вполне можно перенести на веко. Поэтому я периодически в макияже использую. И последнее, что вам покажу, это ватные диски из подружки от LP Care. Мне эти диски нравятся. Они мягкие, нежные. Я их использую для снятия макияжа и для снятия лака с ногтей. Здесь в упаковке у нас, по-моему, 120 штук. Со скидкой мне обошлась упаковка в 63 рубля. Ну, вот такие покупки у меня скопились за целый месяц. Что-то пойдет в использование. Что-то уже у меня в использовании. Я ходила по квартире и по ванной комнате, собирала, чтобы принести, отснять. Ну, что-то немножко постоит в запасе. В общем-то, в основном я всем довольна. Единственное, пока не знаю, я еще даже не носила вот эту красную помаду на губах. Может быть, как-нибудь покажусь вам в каком-нибудь влоге, и вы тоже скажете, идет она мне, нет. В общем-то, вы скажете свое мнение. Рассказывайте, что вы прикупили интересненького за последнее время. Я с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Спасибо, что посмотрели мое видео. Желаю вам удачи. Всем пока!